Родители всегда советовали Кате Хромовой ездить на более габаритном транспорте. Говорили, лучше медленно, но верно. Вот и в этот раз девушка села в 40-й автобус. Водитель, кажется, не спешил. Добиралась Катя почти 40 минут. Моя остановка, мне выходить, я встаю, уже выхожу. С одной ступеньки я спустилась, и он уже поехал, меня в двери зажимает, меня задело, я остановила дверь рукой, у меня синяк, только вступаю уже выходить, он уже поехал, ну, естественно, я упала, ну, все, он уехал. От боли, а больше обиды девушка расплакалась прямо на асфальте. Больше всего расстроила, что никто не подошел, не предложил помощь. Катя еле встала, боль в коленке не давала покоя. Ребенок в состоянии шока, потому что и боль, и вроде как бы и обидно, и неудобно. В первую очередь звонила папе, он мне, я уже, я и бросить не могу работу, но уже обзвонила всех, кто мог помочь, и в больницу позвонила, и в травмпункт, везде договорились, везде доставили, слава богу. В травмпункте девушку обрадовали, перелома нет. Прописали обезболивающей мази и рекомендовали покой. Правда, в школу Катя пошла уже на следующий день. В 11 классе каждый час на счету. Врачи тем временем сообщили о происшествии в полицию. Началась проверка. Выяснили, что на маршруте работает новая транспортная компания. Пока вопрос об ответственности водителя и компенсации за причиненный ущерб остается открытым. Дознаватели уже опросили водителя автобуса. Сейчас ищут очевидцев происшествия и изучают записи с уличных камер видеонаблюдения. Официальные причины будут известны не раньше, чем через две недели. Марина Зеина, Кирилл Маршов. Программа «Губерния». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова